Очень важно нам слышать Слово Божье. Потому что в каком-то смысле Слово Божье, когда мы слышим, когда мы вникаем, оно дает нам возможность почувствовать большую принадлежность к тому Божьему народу, ко всем тем, кто это Слово читает, кто это Слово написал, кто его исследует помимо нас. И сегодня я предлагаю вам серьезное испытание. Мы прочитаем очень большой отрывок, поэтому нужен помощник. Открою Луки 15 главу, пожалуйста. Луки 15 глава. В целом вы знаете как минимум треть, а то и половину этой главы очень хорошо. Поэтому я не буду вас очень долго мучить. Вы сегодня слышали уже несколько проповедей, стихотворений. И я очень хорошо знаю 11 заповедь для проповедников. Блаженны кратко проповедующие, ибо снова приглашены будут. Поэтому, в принципе, мы будем говорить о вещах, которые вы знаете, но я хотел бы, может быть, акцентировать внимание на некоторых новых аспектах. В 15 главе Иисус рассказывает три притчи. Одну из этих притч вы хорошо знаете, это притча о блудном сыне. Две другие вы, скорее всего, тоже знаете, но может быть не настолько хорошо. И по большому счету Иисус рассказывает эти три притчи в качестве ответа на один вопрос. И вот эти три притчи или три примера, они все говорят об одном. И мы сегодня постараемся понять, о чем же они. Давай, наверное, по пять стихов. Я пять, потом ты пять. Подходи сюда. Или там, если микрофон есть. Просто если я один прочитаю вам 30 стихов, вы уснете. А если мы вдвоем будем по пять стихов, есть какой-то шанс, что вы дослушаете. Так давайте выслушаем Слово Божие. Евангелие от Луки, 15 глава. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и пришет домой, созовет друзей и соседей и скажет ему. Порадуйся мною, я нашел мою пропавшую в суд. Сказываю вам, что так, чтобы писать более радостью будет об одном кресле пекающегося, нежели по девяносто и летит правильно, не имеющих нужды покаяния. Или какая женщина, имеющая здесь страх, если потеряет одну тракту, не дождет встречи и не станет внести в комнату и искать тщательно, пока не найдет. А на шерстье созвет друг друга и соседа и скажет, порадуйся со мной, я нашла потерянную тракту. Так и у Ивана, бывая тракт с кувангом Божьим и об одном кресле пекающегося. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своими рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришел же в себя, сказал, сколько наемников отца моего избыточествует хлебом, а я умираю на тормах. Встал и пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешу против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, его отнижается, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвратившись, когда приближался к дому, услышал пение и ликование. И призвал одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой забрал откормленного теленка, потому что принял его здорово. Он осердился и не хотел уйти, отец же его выше звал его. Но он сказал тебе, отцу, вот я столько лесу в тебе, и никогда не приступал к приказанию твоему, но ты никогда не дал мне и гостенка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с губицами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. Аминь. Спасибо огромное за помощь. Вы молодцы, вы дослушали этот длинный отрывок. И я хотел бы немножко поговорить с вами о том, о чем говорил здесь Иисус. Он рассказал три притчи, и все эти три притчи об одном. И по большому счету мы можем сказать, вот эта глава может носить такое условное название, притча о потерянных. В одном случае мы видим, потерялась овца, в другом случае потерялась драхма, или давайте скажем, просто монета потерялась. И в третьем случае потерялся сын, потерянный сын. И вы знаете, эти притчи достаточно актуальны сегодня. Я знаю очень многих людей в церкви, которые в свое время потерялись. Возможно, вы знаете тоже таких людей. Года или два назад они сидели рядом с вами, а сегодня их здесь нет. Или может быть они были там 5-10 лет назад, сегодня вы не видите их рядом. И так или иначе, у каждого в жизни нас, наверное, есть знакомые, которые с позиции христианской веры, с позиции принадлежности к церкви, с позиции верности учению Христа, эти люди где-то потерялись. И я хотел бы сегодня посмотреть на эти три притчи. В них есть что-то общее, но при всем при этом есть и различия. Если мы посмотрим, мы их немножко поменяем в порядке. Первая у нас будет притча о Драхме, вторая притча об Овце и третья притча о Сыне. Если мы посмотрим внимательно на историю с этой монетой, как так получилось, что потерялась эта монета? Из-за чего она потерялась, эта Драхма? Скорее всего, она потерялась просто из-за невнимательности хозяйки. У женщины было 10 Драхм, она либо не туда положила, либо была у нее дыра в кармане, либо какое-то было еще явление. То есть она просто где-то не обратила на нее должного внимания, и эта Драхма потерялась. В церкви есть люди, которые попадают в эту категорию Драхма. Это люди, которые потерялись просто по нашей невнимательности. Это те люди, которые пришли в церковь, и они ожидали, может быть, увидеть какое-то внимание, мы им это внимание не оказали, и они просто где-то потерялись. Есть такие люди, которые, знаете, вот никто не может вспомнить, как его звали. Вот тот брат, который вот там вот сидел, вот такой еще с родинкой, ну как его, кто, 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 и никто не знает, как его звали. Иногда по своей невнимательности эти люди теряются. Иногда мы что-то не так можем сказать, или нас неправильно поймут, и мы забудем переспросить или перепроверить, и человек потерялся. Я недавно обращался к Господу с такой искренней молитвой, я говорю, Господи, помоги мне подобрать такие слова всегда, чтобы люди слышали то, что я хочу сказать, а не что-то другое. У меня постоянно проблема, я говорю одно, а люди слышат другое. Я думаю, эта проблема не только моя, мне так хочется надеяться. Но всегда есть возможность недопонимания. И иногда, не разобравшись в этих вещах, человек просто теряется. Ты не видишь его долгое время, и потом, когда ты пытаешься понять, а что же случилось, оказывается просто какая-то надуманная ситуация. Из-за какой-то нашей невнимательности, из-за непорядка в доме. Вы знаете, в церкви всегда есть люди, которые назначают себя ответственными за поддержание норм благочестия. И кто-то зашел, может быть, в неподобающем с точки зрения наших представлений виде, кто-то там в футболке зашел, в храм, кто-то в шортах зашел, кто-то еще. И подошел добрый человек и сделал ему братское внушение в любви. Мы так это называем, братское внушение в любви, на деле оно может оказаться немного другим. И такой человек получил такую огромную порцию любви, что, в принципе, ему потом до конца дней уже не нужно приходить в церковь, он уже и так пребывает в благодати, вот благодаря этому вниманию. И это, по большому счету, непорядок в доме. И есть люди, которые из-за этого теряются. Если мы возьмем овцу, овца потерялась, ну не потому, что пастух не обратил на нее внимания, овца сама куда-то забрела. И если мы возьмем овцу, что можно взять от этой овцы? Она овца. Овца потерялась из-за каких-то собственных неверных решений. Вместо того, чтобы отзываться где-то на голос пастуха, она там увидела, может быть, какую-то траву, которая ей больше понравилась, отбилась от стада и пошла куда-то. То есть овца просто в силу своей вот этой вот овечьей природы, как бы мы сказали, если применительно к людям, в силу незрелости, или в силу недостатка понимания, или в силу недостатка видения общей картины. Потому что, вы знаете, когда овца бродит по полю, она смотрит себе под ноги, и у нее круг восприятия очень сильно ограничен. Пастух может смотреть дальше, он видит, что там обрыв, и вот эта сочная трава буквально закончится там через какое-то время, и начинаются тернии. Но овца этого не видит. И вот в силу того, что она овца, она принимает какие-то неправильные решения, и она теряется из-за этого. Есть люди, которые потерялись в церкви только по той причине, что в свое время им не хватило мудрости в каких-то вопросах. Они не совершили какого-то страшного греха. Они просто что-то неправильно поняли, или что-то недопоняли. И решили, что вот может быть вот так вот будет лучше, и решение это было не совсем верным. То есть люди просто по своей оплошности где-то потерялись. Есть третья категория людей, это сыновья. Если мы посмотрим на этого сына из третьей притчи, или из третьей части притчи, сын потерялся в результате сознательного бунта. Он не просто стал потерянным сыном, или как блудный сын, это сын заблудился где-то, шли вместе, держался за папину руку, а потом отпустил, замешкался и заблудился. Мы понимаем, что этот блудный сын блуждал в результате того, что он сознательно разделился с отцом, он сознательно оскорбил его и ушел из семьи. У нас нет времени, но если бы мы могли разобрать эту притчу подробнее, возможно вы и знаете это, возможно вы проводили такой разбор, то те слова, которые сказал сын, это было невероятно грубое оскорбление. Когда он попросил у отца часть имения при жизни, он по большому счету сказал, папа, ложись уже в гроб. И это я как бы очень сильно смягчил выражение, то как это выглядело. И после того, что этот сын сделал, у отца было законное право, совершенно законное право, прочитать по нему заупокойную молитву и официально объявить его, ну вообще даже, то есть стереть его из своей жизни, никто бы его не осудил. Все бы поддержали это решение, потому что сын поступил невероятно грубо. Отец отдал ему это имение. То есть мы видим случай с монетой. Монета потерялась просто по невнимательности хозяйки. Овца потерялась потому, что в силу своей овечности она принимала какие-то неправильные, незрелые решения. Сын ушел в результате сознательного бунта. Все эти истории разные, но между ними есть что-то общее. Они все потерялись. Они все оказались не там, где должны были быть. Как мы можем отреагировать на подобные ситуации с людьми, с нашими друзьями, с нашими знакомыми? Если это драхма, если это монета, что сделала хозяйка? Она по большому счету навела порядок в доме. Она зажгла свечи. В доме стало больше света. Один из простых способов, как мы можем предотвратить потерю вот таких вот драхм, потерю таких монет, это принести больше света церковь. Не шушукаться по углам, а задавать вопросы прямо и открыто, ожидать на них прямого ответа. Не пытаться вести какие-то интриги, а честно говорить о том, что тебя волнует. Честно признаваться в своих сомнениях. Честно признаваться, говорить о своих страхах. И говорить об этом нужным людям, тем людям, которые могут помочь в решении, а не просто для того, чтобы показаться духовным. Мне когда-то довелось слышать молитву одной сестры пожилой, а другой более молодой. У той молодой сестры были проблемы с мужем. И эта сестра в церкви, она молилась примерно таким образом. Она говорила, Господи, вот там ты вразуми мужа, но ты же вразуми эту сестру, ты же видишь, что она вот это, вот это делает неправильно. И вот здесь она тоже не совсем права, Господи, да и мудрости. И вот как она там на прошлой неделе разговаривала с мужем, Господи, ты там помоги мужу, простите. Она как бы вывалила всю подноготную, я был в гостях в этой церкви, и я вам честно скажу, эта сестра обломала мне всю молитву. Вот, и не только мне. До этого мы как-то так все, мы стояли, мы молились на коленях, и люди молились. В какой-то момент, когда начала молиться эта сестра, я понимаю, я совершенно не хочу участвовать в том, что она сейчас делает. Я просто открыл глаза, смотрю, и рядом стоят такие же люди с недоумением на лицах. Вообще, что происходит? Мы должны принести свет в наши отношения, мы должны быть достаточно смелыми и достаточно любящими для того, чтобы честно поговорить друг с другом. Если меня смущает что-то в моем брате или в моей сестре, то скорее всего нужно подойти к этому человеку, а не бежать сразу искать братьев, которые могли бы вразумить. Если у меня есть какие-то вопросы, если я не согласен, может быть, с чьей-то позицией по тому или иному какому-то вопросу, мне не обязательно начинать закулисные интриги. Я могу подойти и спросить, брат, что ты имел в виду? Вот, мне кажется, ты не совсем правильно учишь там или еще что-то. Это решит массу проблем. Это поможет вот этим вот драхмам, вот этим монетам не теряться. Нам не нужно будет потом выметать, искать. Если мы наведем порядок в своем доме, если мы наведем порядок в церкви, драхмы перестанут теряться. И мы найдем тех, которые были потеряны. С овцом все немного интереснее. Мы видим, от нас требуется приложить больше усилий. Пастух оставляет стадо, он идет, ходит эту овцу и прилагает усилия для того, чтобы ее вернуть. Если монету можно было просто поднять и положить там куда в кошелек или в сундук, я не знаю, где она хранила хозяйка эти деньги. Овцу нужно было принести. Нужно было пойти к этой овце и принести ее. Если мы говорим о драхме, то просто мы наведем порядок, мы выясним отношения, такой человек вернется. С овцом все немного сложнее. Мы должны быть достаточно смелыми для того, чтобы пойти к этому человеку. И мы должны понимать, что нам потребуется приложить усилия. Я не имею ввиду физически там притащить этого человека в церковь. Но нам придется проявить терпение. Дать этому человеку высказаться. Нам придется проявить сострадание. Нам придется закрыть глаза и сгладить какие-то острые углы. Нам придется проявить терпение, потому что возможно человек после первой беседы, после первой встречи не захочет вернуться. Мы должны быть готовы потрудиться. Хозяин оставил 99 овец и пошел ради одной. У каждого из нас в жизни есть такая одна овца. У кого нету, может быть я не прав, поднимите руку. Но я почему-то думаю, у каждого в жизни есть такая овца, а у кого-то и 2 и 3. У меня их около десятка этих овец. И мне проще молиться за них, мне проще взывать Господу, мне проще подключать кого-то к молитве за этих людей, чем пойти и поговорить с ними. Почему? Потому что я знаю, что многие из них, они не захотят с первого раза слушать. Многие из них, у них есть какие-то свои там обиды, у них есть какие-то свои разочарования в Боге, в которых в принципе виноваты они сами, если так разобраться. Но если кто-то не поможет им, если кого-то не будет рядом с ними, они никогда эти обиды и разочарования не преодолеют сами по себе. Готов ли я сегодня оставить 99 овец, с которыми мне комфортно, с которыми мне интересно, которые меня понимают, которые не будут ранить меня в ответ на мои слова, и пойти к той одной овце, по пути которой мне придется и сцарапаться, пострадать самому, да, и еще овца, которую я постараюсь взвалить на плечи и вынести, она будет бодаться, громко млеять и разражать мне слух. Понимаете? Насколько я к этому готов? Насколько вы к этому готовы? Если в нашей жизни есть отца, мы должны приложить усилия к тому, чтобы ее найти. С сыном самое сложное. Что сделал отец? Первое, он отпустил его. Когда в жизни человека происходят подобные вещи, мы часто пытаемся его связать, удержать какими-то возможностями, которые у нас есть. Ведь отец его отпустил. Как ни странно, он уважал решение этого человека, хотя решение было невероятно неправильным, более того, оно было оскорбительным. Он отпустил, он был готов ждать, и он не терял надежду. Я сегодня хочу обратиться к некоторым из вас, чьи родственники, вот такие вот блудные сыновья, у кого-то из вас это дети, у кого-то из вас мужья. Не теряйте надежду. Отпустите их. Не рассказывайте им, как жить. Отпустите. Молитесь, верьте, и будьте готовы принять его в тот момент, когда он вернется. Отец ждал. Отец ждал. Все, что он делал, он ожидал. Он выходил и вглядывался вдали. Он делал это регулярно. Не теряйте надежду. Я не знаю, сколько прошло времени, здесь не написано. Мы не знаем, это был год или два, но предполагается, что времени прошло достаточно. Потому что сын получил большое наследство. Потом сменились какие-то времена. То есть это было как минимум несколько лет. И отец все это время ожидал и не терял надежду. И мы способны к тому же. Потому что у нас есть надежда на более отдаленные вещи, на более славные вещи, чем покаяние одного человека. У нас есть надежда на то, что мы будем царствовать со Христом. У нас есть надежда на то, что мы будем в вечности с Ним. Это более великая надежда. И мы как христиане, мы ее имеем внутри себя. Неужели у нас не хватит надежды дождаться того человека? Молиться, верить, но при этом отпустить и ждать. И самое важное, самое важное. Готовы ли мы, как отец, пожертвовать своей репутацией ради того, чтобы вернуть этого человека? Возможно, это нам не так очевидно, но для слушателей Иисуса слова были очень понятны. Во-первых, то, что отец его отпустил, он поставил себя в уязвимое положение. Это давало возможность каждому, кто его знал, ткнуть пальцем и сказать. Вот этот старикан, которого собственный сын так унизил. И я уверен, люди говорили это за его спиной. Когда он увидел сына, он побежал ему навстречу. И мы должны понимать, что на Востоке глава семейства, патриарх, он не мог бегать ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что это было позорно для него. Знаете, у нас есть тоже такое выражение, что генералам бегать нельзя. Почему? Потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное панику. Так вот, точно так же на Востоке глава семейства не должен был бегать. Почему? Потому что для того, чтобы бежать, ему нужно было поднять вот эти свои длинные одежды, обнажить ноги. И иначе он запутался. Но до сих пор на Востоке, если ты обнажаешь ноги, или если ты показываешь подошвы, это просто позор. Это огромный позор. То есть то, что отец побежал ему навстречу, это поставило его в такое положение уязвимое. Это поставило его, сделало его объектом насмешек. И там скорее всего какие-то соседские дети смеялись. Вон, смотри, этот старик из ума выжил. Готовы ли мы пожертвовать своей репутацией ради того, чтобы вернуть таких людей? У меня есть люди, друзья, знакомые. Сам тот факт, что я общаюсь с ними время от времени, уже навлекает на меня косые взгляды братьев и сестер. Потому что это люди, которые сознательно сбунтовались, ушли из церкви. Если я приму такого человека в общении, он придет ко мне с покаянием, я ему скажу, хорошо, я тебя прощаю. Если он станет членом моей церкви, обязательно в городе найдутся люди, которые скажут о том, что я либерал, что я закрываю глаза на грех, я должен там проявлять какие-то суровые дисциплинарные меры, а я этого не делаю. И я вам честно скажу, мне плевать. Для меня душа человека, особенно если это мой близкий, если это мой знакомый, дороже вот этих вещей. Я не готов ради каждого так рискнуть. Но есть люди, ради которых я готов. Есть ли в вашей жизни близкие люди, ради которых вы готовы рискнуть своей репутацией? Поставить себя под удар, закрыть глаза на какие-то вещи. Да, еще вчера этот человек грешил, делал плохие вещи, сегодня он пришел, он ищет помощи. Готовы вы воспринять его, невзирая на его прошлое? Готовы вы дать отпор тем доброжелателям внутри церкви, которые придут и скажут, как фарисеи, тебе нельзя с ними есть и пить, потому что это грешники? Готовы ли мы к этому? Готовы ли мы подставить свою репутацию на кон? От нас не требуется жертвовать подобными вещами ради всех. Но у нас есть близкие люди, у нас есть друзья. Это сын, это не был чужой человек какой-то. Это был кто-то дорогой нашему сердцу. Готовы мы переступить через какие-то условности ради того, чтобы позволить этому человеку вернуться? Это непросто. Но отец сделал это. И он поставлен в пример. Очень интересно посмотреть реакцию окружающих. Когда нашлась Драхма, что произошло? Женщина позвала подруг, соседок и сказала, порадуйтесь со мной. Был праздник. Скорее всего, найденную Драхму тут же потратили и прогуляли. С овцой мы видим, созывает друзей, соседей и говорит им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую отцу. И приходят люди и тоже, я не знаю, как сложилась судьба этой овцы, вероятно, вряд ли овцу эту закололи для праздника. Но, тем не менее, в первых двух случаях мы видим радость. Друзья, близкие готовы порадоваться. Когда приходит человек, случайно затерявшийся в церкви из-за каких-то недопониманий, мы обычно рады. Слава Богу, брат, слава Богу, сестра, давно тебя не видели. Когда приходит овца, который где-то просто по своей вот этой вот овечьей природе, по своей незрелости приняли какие-то решения, мы тоже готовы немного пожурить и радоваться с этим человеком. Когда пришел сын, самые близкие люди отказались радоваться. Старший сын, который все это время был с отцом, он не видел повода для праздника. Он не видел повода для праздника. Он пришел и он начал говорить, это неправильно, мы не можем принять его на равных основаниях, он не может быть членом нашей семьи, он может быть просто там как бы гостем или на испытательном сроке или что-то еще. Он был вообще не рад. И мы должны быть готовы к этой реакции. Всегда будут люди, которые не будут очень рады обращению вот такого вот проблемного грешника. И я вам честно признаюсь, я один из них. Некоторые люди, когда они приходят в церковь, я вообще не рад их приходу. Искренне перед вами говорю. Мне было бы проще, если бы они ко мне не приходили, если бы они пошли к кому-то другому. Потому что я знаю, с ними будут только проблемы. И я не настолько близко с ними, раньше был знаком, чтобы жертвовать ради них временем, терпением и так далее. Чисто по-человечески мне хочется отправить этих людей. У меня уже даже есть адреса церквей ему подарить, сказать, вот тебе вот там будет интересно. Там большая церковь, а там прославление хорошее, а там проповедники замечательные. Иди туда. А там есть группы для таких, как ты. Но действительно ли мы разделяем Божьи отношения к таким людям? Нам всем есть чему поучиться из этой 15 главы. Потому что я еще раз подчеркиваю, у каждого из нас есть люди, которые попадают в эту категорию. Драхма, овца или сын. И в некоторых случаях от нас требуется не так много усилий. Нам требуется просто навести порядок в доме. Просто перестать сплетничать, говорить за глаза. Просто начать задавать вопросы к тем, кто на эти вопросы может ответить. А не искать там каких-то окольных путей. Это просто. Сравнительно просто. Ради кого-то нужно приложить усилия. Быть терпеливым, быть готовым где-то исцарапаться об этой тернии. Быть готовым к тому, что тебя по дороге пару раз боднут. Причем боднут еще может быть и не за то, что ты сделал, а за то, что кто-то другой сделал. Другой пастух где-то обидел эту отцу. А ты потом приходишь и получаешь из-за того пастуха, из-за всех остальных пастухов, которые у него были. Недавно была такая история с одной сестрой, не с сестрой, не знаю как ее сейчас назвать. Мы пересекались в некоторых социальных проектах. И, скажем так, я от нее очень много натерпелся добра в кавычках. Хотя она вроде как бы когда-то принадлежала к одной из церквей. Но постоянно было какое-то противостояние в этой работе даже со стороны. И потом кто-то из знакомых, который я хорошо знал, объяснил. Говорит, ты понимаешь, у нее были проблемы с пастором в той церкви. И сегодня ты получаешь из-за него, из-за всех остальных людей церкви, с которыми у нее были проблемы. Потому что ты для нее представитель церкви. Любой, кто придет как представитель церкви, он это получит. Так получилось, что в данном случае это были мы. И насколько мы готовы идти к таким людям. И самое тяжелое, люди, которые взбунтовались, люди, которые сознательно ушли, растоптали все. Насколько мы готовы верить и надеяться, что для них есть возможность вернуться. И когда они все-таки вернутся, готовы ли мы этих людей принять? Просто принять. Без всяких там условий и так далее. Просто принять, как принимает их Бог. Готовы ли мы к этому? Таких людей очень много в Украине. Не только которые были в вашей церкви, но которые просто были в церкви и где-то потерялись. Их очень много. Очень много людей приходили, каялись. Очень много людей исповедовали свои грехи за последние, наверное, лет 20. И сегодня всех этих людей нет в церкви, но где-то они есть. И я верю, что Бог призывает нас обратить внимание на этих людей. Дать им место в своем сердце, быть готовыми принять их. Поэтому давайте молиться и молитесь и обо мне тоже, потому что у меня тоже есть и драхмы, и овцы, и пару сыновей. Которые огорчают, расстраивают. И самое печальное, они не возвращаются так быстро, как бы мне хотелось, даже когда я иду к ним и предлагаю им это сделать. И по-человечески хочется плюнуть на них и забыть. Но Христос помнит о них. Неужели мы посмеем забыть этих людей? Поэтому давайте будем молиться об этом. За наших родных, за близких, за вот этих овец, за драхм, за сыновей. За наши сердца, чтобы нам не терять надежду, чтобы нам не терять решимость снова и снова обращаться к этим людям. Нести им свет Божий. Зная, что в 50% случаев ты получишь отпор. И какое-то время будешь испытывать такое эмоциональное расстройство. Давайте молиться о них, давайте молиться о себе. И возможно сегодня здесь кто-то сидит, кто попадает в эту категорию. Драхмы или овцы. А то и сына. Может быть вы в свое время когда-то потерялись. И сегодня вы не вполне еще нашлись. Вы думаете, может быть находиться или дальше где-то теряться. Если вы попадаете в эту категорию, то к вам я обращаюсь особенно. Я не знаю вас. Но возможно есть такие люди. Если вы в этой категории, подойдите сюда и мы бы с вами хотели помолиться индивидуально. Мы бы хотели с вами помолиться по-особенному. И от имени Церкви Божьей, от имени Христа, которого мы все здесь представляем. Я хотел бы первый протянуть таким людям руку помощи и руку общения. Если вы готовы найтись, если вы в свое время были потеряны. И каким-то чудом вы сегодня оказались здесь на этом собрании. Давайте мы помолимся.